я сейчас работаю в компании навартис такая большая большая фармацевтическая компания с 140 наверное филиалами по всему миру больше чем более более 100 тысяч сотрудников по всему миру в общем большая большая фармацевтическая компания одна из ведущих в мире я отвечаю за собственно дата инженерию и дата аналитику в россии только-только по 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 россии соответственно моя команда как выстраивает аналитическое хранилище так и работает с бизнесом в части разработки и поддержки корпоративной отчетности но я наверное сориентирую то как вообще у нас выглядит в принципе у навартисов сервис и как мы работаем с аналитикой то есть если мы говорим про би если именно то мы говорим про дашборды у нас основной инструмент это клик соответственно до этого был наверное лет пять назад был табло мы какое-то время ну вот лет пять назад мы мигрировали на клик и сейчас есть глобальная команда глобально как глобальная айти команда которая может помогать бизнес пользователям по созданию отчетности то есть айти такой как бы централась биай на относительно глобальный уровень но при этом каждая страна выстраивает свои компетенции в виде дата аналитики самостоятельно и независимо от айти то есть айти в данном случае занимаются поддержкой исключительно то есть предоставлением доступа контролем за лицензии администрирование вот а именно сами уже пользователи то есть это уже скажем так централась биай подход в на уровне страны но также он соответственно разрастается для селф-сервиса то есть это получается такая небольшая матрешка есть глобальные есть как бы в этой глобальной матрешке есть маленькие страны и там соответственно все распадается ниже и ниже все декапазируется поэтому как бы с нашей с одной стороны мы отвечаем вроде как бы за все направление с другой стороны над нами все равно есть некий административный для такой какой-то гайдлайн чтобы все страны не разбегались кто куда и у каждого была своя дата стратегия а что таки а все таки чтобы были какие какой-то alignment между тем куда мы двигаемся здесь айти больше выступает глобальный айти выступает больше как оркестратор всего того что происходит внутри стран то есть он на себя консолидирует помогает выстраивать приоритетность и предоставляет тулы со стайл гайдом история интересная родилась она на самом деле как бы локально как идея то есть в принципе у навартисе есть и бренд-бук и как и стандарт и скажем так дизайн стайл гайд потому как мы работаем с юаем то есть здесь информации достаточно много и они большие фундаментальные руководства когда потом приходит допустим новый вендор ему его говорят что вот наш там стайл гайд по разработке каких-то новых систем компания очень большая поэтому здесь принципе эта информация была чего не было не было именно стайл гайда для биая не было стоит стал гайда для именно аналитических систем вот и мы когда начали выстраивать с командой все аналитику мы начали это делать два года назад с абсолютного нуля перед нами стояла достаточно большая задачка по созданию отчетности их отчетности много соответственно карман команда формировалась с нуля здесь возникло две задачки первое как правило ребята которые приходят работать в клик они ну как бы клик клик из коробки делает достаточно страшненько при этом инструменты которые позволяют делать внутри крика сильно кастомизируемые и они даже сильно где-то отличаются от табло позволяют делать страшно красивые вещи но нужно скажем так упороться в том плане чтобы сделать хорошо вот это на это уходило много времени и соответственно в каждом там аналитики либо биоразработчики должно быть что-то от прекрасного соответственно какое-то там чувство стиля чувство вкуса умение работать с визуальными стандартными знания визуальных паттернах и здесь не всегда такое совпадение происходило когда есть в одном человеке все-все-все это как правило приходится развивать вот мы решили облегчить немножечко задачку и сказать а давайте мы попробуем сделать то есть нам нужно ускорить производство отчетов подвести отчеты под один стандарт и чтобы все были красивые и решали свою задачу с точки зрения визуального чтобы не было как минимум исключить такие детские визуальные ошибки когда неправильный график используется с точки зрения там описания данных либо какой-то визуальный шум возникает вот соответственно для этой цели мы решили сделать стайл гайд но стайл гайд мы разделили на две составляющие первая составляющая это свод правил скажем так просто самые основные правила что делать что не делать какие графики использовать и соответственно какие шрифты использовать для там заголовков для подзаголовков для этого название осей и так далее какие color схемы и соответственно основной мы взяли такую как бы как как работать с лейаутами и как располагать объекты на самом дэшборде имею ввиду кнопочки фильтры и так далее но это скажем так как такая теоретическая часть она интересна ее классно почитать один раз заглянуть посмотреть как журнал полистать в принципе иногда вернуться вот она принципе хорошая после этого мы ее расширили еще после завершения как бы основного стайл гайда мы добавили туда наши практики по юиксу то есть как сделать отчет не только хорошим с точки зрения юая и с точки зрения правильных выбранных графиков но и с точки зрения пользовательского опыта вот здесь мы тоже раскрыли этот вопрос добавили его в наш стайл гайд и это получилась такая как бы книжка которая достаточно интересная для особенно для джуниоров ребята которые более синерные позиции либо которые пришли из разработки им тоже иногда какие-то вещи они подмечают для себя но наиболее наиболее такой осязаемый эффект мы получили от можно сказать трех составляющих этого стайл гайда это первые это мы создали темплейты и все графики которые мы то есть у нас был у нас появилось три составляющие это темплейт это темы в клике есть такие штуки как как тема когда ты можешь зашить именно все свои фонты и все свои все 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 шрифты которые нужно использовать лейка леяуты заливки в общем все все скажем так такую базовую информацию ты можешь залить в тему и потом просто переиспользовать тебе не нужно настраивать в каждом отчете сильно экономит время и графики графики которые мы показывали в нашей теоретической части мы их все реализовали внутри отчета соответственно что теперь делает условный разработчик который там или аналитик стараюсь называть ребята больше аналитиками чем разработчиками потому что они работают где-то на 50 где-то и на 70 процентов с бизнесом и пытаются анализировать непосредственно как 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 данные могут помочь для решения поставленных для бизнеса задач поставленных целей вот они просто копируют темплейт от стартует новый проект понимаешь то что сделал прототип посмотрел как у тебя должно все быть во первых стало прототипировать легко потому что можно фигме нарисовать те же самые объекты и потом просто на накидывать их на на фигму и показывать пользователям что вот так будет в конечном и т.й а действительно получается вот так в конечном итоге потому, что эти самые те же самые объекты встречаются но проект реализуется гораздо проще ты просто переиспользуешь темплейт в котором уже преднастроенный а я от преднастроенная тема преднастроенное мы Мы использовали визлип шит меню для преднастройки панели с меню. И дальше ты можешь копипастить объекты, которые были преднастроены, просто чарты. Они уже убран весь визуальный шум, настроены цвета и менять только формулы. Ты просто копипастишь это все дело и у тебя получаются какие-то хорошие такие уже дашборд, которые сильно экономят время. Вот так не измеряли, но вот так, чтобы сейчас мы тратим 10 единиц времени, теперь мы тратим 2 единицы времени. Но для сравнения, то есть я, например, сам решил это потестить. И когда мы делали отчет с нуля, именно берем разработку, настройку всех графиков и так далее, я условно мог просидеть с ним неделю, чтобы настроить там одну страницу для всех красивых графиков с точки зрения еще и проектирования пользовательского опыта, расположения объектов, настройки графиков. Сейчас, пару месяцев назад я заходил ради интереса создать новый отчет, накидать график. Я сделал это за два дня, то есть прям со всем, как бы с подключением ETL и Vizel. То есть действительно осязаемый эффект есть. С чем столкнулись мы? Тем, что объектов, которые мы включили в Style Guide, их вроде с одной стороны, когда мы смотрели на сам проект на момент его старта, мы думали, что этого будет достаточно, но на деле оказалось то, что наши пользователи сильно избалованы и вообще наши данные периодически требуют более интересных графиков. Ну и сами ребята, аналитики тоже растут и растут пользователи, они получают использовать более какие-то интересные графики, более интересные визуализации, нежели чем мы зашли в шаблон. И нам пришлось его расширять. То есть сейчас мы понимаем, что нам нужно доставлять объекты уже туда, доставлять новые форматы KPI, новые форматы графика. Вот, то есть этот Style Guide, он 100%, даже если кто-то вот себе надумается делать его, не будет таким проектом, что его можно как проект. У него сначала есть конец. Нет, это полноценный продукт, который должен развиваться, который должен адаптироваться, потому что на момент его формирования у вас будут дни мысли, затем у вас придут новые идеи, и, в общем, как любой продукт, он должен развиваться. И более того, мы пошли еще дальше, и сейчас мы уже выработали все naming convention для переменных внутри клика и для формул, как мы пишем, самые основные хотя бы, или там формат синтексиса для сет-анализов, потому что когда ты вроде копируешь объекты, тебе дальше нужно поменять формулки. И, казалось бы, формулки тоже можно скопировать. Например, если зашить всю единую библиотеку с формулами, мы, допустим, для себя ведем Confluence, и просто копировать формулки, то для того, чтобы высчитывать различные скользящие, как правило, периоды, тебе нужны еще и переменные. И мы пришли к одинаковому названию переменных. То есть сейчас у нас получается делать так, что тебе все... Отчет можно собрать в Copy and Past без знания сет-анализа и без вообще навыков работы с визуалом. Просто копируешь и копируешь чарты преднастроенные, копируешь темплейты преднастроенные, копируешь формулы преднастроенные. Получается быстро. А в новом давлении клика, который вот озвучили, что теперь можно зашить это еще и в Master Items и потом переиспользовать, вообще начинается красиво. То есть теперь можно зашить какую-нибудь мастер-формулу, формулу расчета, если у вас какая-то формула, есть стандартная формула расчета-продаж, а потом ее нужно просто немножечко аджастить, в том плане на периоды, то ее можно вообще переиспользовать, и прям совсем красиво получается. Но в клике, на самом деле, я прям с точки зрения адепт, с точки зрения визуала, я был адепт Tableau. Мне очень нравится, как в Tableau по дефолту получается красиво, и хотелось сделать что-то подобное внутри клика. И здесь, на самом деле, помог нам Визлип. Вот Визлиповские экстеншены, они решают эту задачу. Без них это было бы сложно. Где-то даже невозможно. Но, в принципе, делать классные, аналитические, красивые продукты внутри клика оказалось можно, и они ничем не уступают Tableau в части визуала. Я стараюсь, на самом деле, как-то разнообразить свой рацион BI-систем. То есть у меня, в принципе, есть опыт работы с Tableau. Это моя первая BI-система. Потом был ClickView, когда он еще, когда еще кто-то пользовался, ClickView. Потом был Click, после чего я какие-то проекты делал на суперсете года два назад. Возможно, там многое что сейчас изменилось уже. Пробовал Яндекс Даталенс, который, собственно, Даталенс тоже ради экспериментов. Сейчас посмотрел на Find BI, и еще есть Looker тоже, так как в Европе достаточно часто используется. Что могу вот по дефолту, такое как бы общее представление, когда у тебя там вторая даже BI-система уже, а Power BI забыл, вот еще. Когда у тебя уже там вторая BI-система, тебе, в принципе, не особо уже обращаешь внимание на такой вопрос, мне нужно там переучиться, работать в новой системе. Это как-то ты уже понимаешь, что окей, я знаю, какие мне элементы нужны, я могу их правильно загуглить, узнать, как они здесь делаются, как в этой системе их можно сделать. Поэтому, как правило, там у лидеров BI есть хорошее комьюнити, в котором можно всегда все посмотреть. Это решает вопрос прям сильно. именно анбординга в новую систему. У всех систем есть ограничения. У кого-то ограничения с точки зрения ETL, у кого-то ограничения с точки зрения визуала. Ну, там нужно сделать что-то более сложное, чтобы получилось красиво. Поэтому, посмотрев на то, как делают Find BI, вот то, что ты мне присылал, те ваши отчеты, как бы радует то, что там есть все, наверное, необходимые элементы. Что, да, как бы сравнивать сейчас, ну, такое, как бы overall сравнивать это с лидерами рынка, наверное, сейчас сродновато. Все-таки, там, системы развивались много-много лет назад, ну, как, за долгий период. Это не новые системы, они эволюционировали, работают большие команды, они работают на большой рынок, соответственно, этот рынок тоже развивают. Поэтому плюсы, как бы, это рынок немножечко другой. Если мы говорим про китайский BI, он сделан все-таки для внутреннего потребителя, и у них тоже есть свои там вкусовые предпочтения. Но с точки зрения объектов, они есть. То есть можно показать самый, там, самый необходимый визуал, показать достаточно. В принципе, большинство задач в бизнесе, можно сказать, ну, не знаю, за цифру, конечно, не отвечаю, но мне кажется, процентов 80-90 задач решаются достаточно базовыми графиками. Мне не нужна какая-то серьезная визуализация, чтобы показать рост продаж, либо провести какой-то когортный анализ. Все используется достаточно. Если на DataArt не претендуешь, то FineBI вполне решает свою задачу. Мне кажется, любая BI-система решает свою задачу. Мы даже некоторые отчеты строим в Snowflake. Например, нам нужны отчеты по Data Quality. Snowflake обладает минимальными, минимальными такими как бы чартами, которые там можно построить, KPI, бар-чарты, лайн-чарты, хитмэпы. Это более чем достаточно, чтобы построить аналитику для ответа на самые распространенные вопросы по части Data Quality. Вот. Поэтому, в принципе, с любой системой работать можно, если мы говорим уже про визуальную составляющую, насколько это эстетично, насколько это отвечает, насколько это легко. Например, когда я говорю, что в Tableau сделать легко визуал, просто перетаскиваешь, и они по дефолту графики уже настроены, чтобы вводить информацию правильно. В клике это сложнее. Дефолтные графики выводят тебе достаточно шумные чарты. Здесь уже, я думаю, с FindBi придется постараться, поработать какие-то... В общем, провести больше времени для того, чтобы сделать это красиво. Но объекты есть, они показываются, они работают быстро, есть какая-то анимация даже в том случае, если она нужна под определенного заказчика. У нас пока таких кейсов не было, чтобы требовалась анимация. Но система есть, система работает, визуал еще стоит дорабатывать. У нас, наверное, самый распространенный вопрос, хочу табличку. Он есть всегда, и, наверное, каждый аналитик должен уметь отвечать на вопрос, почему табличка это, допустим, плохо, или почему табличка это хорошо. У нас нету, на самом деле, такого, что вот данные продаж динамики мы смотрим только на лайн-чарте. Нет, все зависит от бизнес-кейса, все зависит от того, какой сценарий мы отыгрываем. То есть как у нас сейчас сформируются отчеты. Мы в первую очередь начинаем с сбора юзер-стори, то есть для чего этот отчет нужен зафига, туда пользователи, в принципе, будут заходить. Никто в здравом умении будет заходить, смотреть на какие-то графички, особенно если это не аналитик. Почему подразделения, допустим, которые работают в поле, должны открывать у себя на iPad какие-то чарты и смотреть, но это не их банковский аккаунт. То есть только если в том случае, если в этом графике будет показано их достижение до таргета, например. Но в здравом умении никто не будет заходить на 100-500 отчет и смотреть какие-то циферки, сколько там они отправили или позвонили. Только в конце, когда будут подводиться итоги, например, или на ревью с менеджером. Поэтому мы для того, чтобы повысить адапшн отчетов, мы прям выписываем конкретные юзер-стори для отчета. Например, пользователь хочет сюда зайти, чтобы посмотреть его достижение до таргета. Пользователь хочет зайти и посмотреть, какой канал взаимодействия с врачом наиболее эффективный и так далее. И вокруг этого сами уже аналитики подбирают лучшие визуализации. Они подбирают эти визуализации еще на уровне прототипирования, на уровне фигмы. Прорисовывают их, объясняют пользователям, почему здесь нужна вместо какого-нибудь пирогового пай-чарта, почему здесь нужен бар-чарт или почему здесь вместо таблицы нужен какой-то другой чарт. А иногда, если мы понимаем, что здесь требуется детальный анализ, то мы используем таблицы. То есть у нас нет такого, что мы не используем таблицы. Мы используем таблицы, достаточно часто используем, просто таблицы, они разные. И зачастую, если с ними правильно работать, они решают большое количество задач, если мы говорим про уже такой полноценный drill-down данных. Некоторые вопросы достаточно, например, там страница overview, там не нужна таблица, как правило. Зашел, посмотрел на, опять же, сколько у тебя данных, какие данные, по каким категориям ты хочешь смотреть. С таблицами нужно работать, с разными чартами нужно работать, объяснять пользователям, почему один чарт лучше другого. Тоже, соответственно, это задача аналитика. Мы не встречали такого подхода, что пользователь говорит, я хочу вот эту диаграмму, потому что что? Ну, соответственно, у нас они достаточно разумные. Мы, кстати, проводим мероприятия по Data Literacy внутри для бизнес-подразделений, для технических пользователей. И, возможно, это тоже один из элементов, почему они у нас достаточно разумные. И аналитики, соответственно, тоже просто могут объяснить, сразу же сказать, вот твои данные, вот один график, посмотри, как они выглядят, вот другой график, что лучше. С точки зрения производства отчетности, у нас, в принципе, проблемы нет. То есть у нас отчетность делается достаточно только-только, как бы давайте-давайте. То есть у нас нет такого, что люди боятся прикоснуться к клику и какой-то порог входа, чтобы были проблемы именно с производством отчета. То есть такого нету. Все как бы стараются. Ну, компания сказала, у нас корпоративное решение клика. Все, пошли учиться клику. Все тренинги, допустим, которые у клика есть, они у нас все доступны для внутренних пользователей. То есть у нас нет ограничения по лицензиям, в принципе. И, ну, было бы желание сходить, поучить. Вот, поэтому научиться можно. У нас большое комьюнити клика, в принципе, в Навартисе. Ну, и мы несколько раз в год мы проводим и встречи с вендором глобально. То есть там по 600 человек у нас собирается, по 700 человек на воркшопах внутренних только. с представителем с вендоров самого клика. И, ну, как-то КО, проблемы с производством отчетности нет. А вот если мы посмотрим на, например, насколько пользователи лояльны к отчетности, то здесь у нас могут быть корреляции между отчетами, которые сделаны, там, условно поставил гайду, и с хорошей такой аналитикой, с правильными подобранными чартами и шумными, допустим, отчетами, то здесь есть уже adoption в отчетах, с которыми приятно пользоваться, он выше. Плюс также, не помню, кто делал такой эксперимент, но, в принципе, к продуктам, которые сделаны хорошо, доверия больше. В принципе, доверие к данным всегда вопрос крайне сенситивный, когда мы работаем с аналитическими продуктами, поэтому помощь со стороны визуала, то мы от нее стараемся не отказываться, стараемся делать свои аналитические продукты достаточно понятными, достаточно эстетичными, чтобы доверие пользователю тоже к отчетности повышалось. Комьюнити действительно решает. Комьюнити не только со стороны вендора. Гораздо легче работать с продуктами, у которых большое комьюнити, в принципе, пользователей. Классно, когда можно нагуглить все, что угодно про Tableau. Классно, когда можно нагуглить любую ошибку в кейке. Опенсорсные тоже вещи. Комьюнити решает. Допустим, мы активно используем Alteryx. Alteryx тоже, она как бы затрудняется нести ее к какому-то либо там классу. Я бы не назвал это ITL-системой, потому что, допустим, если сравнивать это с оркестратором, с Airflow, то это позволяет решать эти задачи в селф-сервисе, при этом выстраивать аналитику, и там же и машинное обучение у тебя, и там же можно и графики построить. В общем, такой как бы аналитический, скажем так, продукт. Но у них тоже есть большой комьюнити, и там тоже можно нагуглить различные блячки, с которыми система сталкивается, и как их решить. А внутренняя комьюнити – это здорово, потому что можно не только спросить у кого, а как это делать, но можно еще и кейсы аналитические нагуглить. Например, а как вы решаете в этой стране задачу с performance review? Например, у вас поставлена задача сделать бренд performance review, отчет для такого. Можно спросить в другой стране, а как аналитики делают это, на какие KPI они смотрят, какие там важные метрики вы вводите, а как вы на это смотрите, какие у вас антрешалды и так далее. И это здорово. Это здорово, когда можно обмениваться идеями. Тут как раз нам помогают различные нейминг-конвеншены, стайл-гайды, и всякие стратегии и так далее. В общем, это то, что круто делать в больших командах. В маленькой команде можно договориться, просто сказать, ребята, давайте делать вот так. Да, вопросов нет. Я вот упоминал то, что мы поняли то, что стайл-гайд у нас активно используется. Мы поняли то, что он еще требует развития в плане насыщения новых объектов. Поэтому как раз добавление его расширения это один из этапов добавления туда новых-новых-новых элементов. Потому что идеи зачастую там приходят, как показать вот это, как показать вот это. Хотим это потом переиспользовать. Это один из элементов, один из этапов. Второй этап – это тоже расширить фигму, чтобы фигма, соответственно, тоже имеет свой определенный порог входа. Но мы видим, с точки зрения прототипирования, крайне востребованный инструмент. Сильно нам помогает, сильно нравится пользователям, когда мы приходим, показываем, что вот так будет выглядеть их отчет. Поэтому тоже преднастроить и сделать такой UI-кит внутри фигмы, чтобы можно было собирать отчеты. Потому что сейчас мы это копируем, но у нас пока это не стандартизировано. Все некрасиво там не оформлено. То есть такой стайл-гайд фигмы пока не сделан. Чтобы можно было все так гибко менять и так далее. То есть такую дизайн-систему сделать. Вот. Это другой как бы степ в такой стратегии. Ну и вот то, что мы начали и продолжаем делать с нейминг-конвеншенами для переменных и для сет-анализов, чтобы стандартизировать все функции. Эта штука тоже… Сейчас мы хотим еще и перевести нашу текущую отчетность на новый стандарт, на который мы выработали. Чтобы можно было просто отчет брать и прям очень-очень легко копипастить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok